итак доброго времени суток дорогие друзья после более чем полуторагодовалого отсутствие на канале вызванного определенными жизненными перипетиями я пытаюсь снова вернуться на канал я не знаю будет ли сейчас что-нибудь так отчетливо слышно потому что очень сильный встречный ветер возвращаюсь я на канал в несколько неожиданным для меня амплуа это амплуа велопохода так называемого небольшого велопоходика выходного дня пытаюсь опробовать установленный велосипед ну и вернуться может быть к своему велотуристическому прошлому потому что сейчас вот последние два месяца буквально каждый день езжу на велосипеде на работу немножко его переоборудовал установил задний багажник его родной багажник сзади перенес вперед вот будем наблюдать что из этого получилось а сегодня просто так сказать несколько там на несколько часов дело прогулка по окрестностям краскова с небольшим пробегом вот такой на сегодня у сейчас мы едем вокруг так называемого хореневого поля здесь раньше были сельскохозяйственные логи но потом их забросили сейчас я точно довольно большая территория пустует заросла уже начинает зарастать мелким березняком в разных частях в разной степени вот но основная беда я думаю заключается в другом что эта территория является лакомым кусочком для желающих срубить бабла от застройки пустующих территорий если этот район начал застраивать это будет двойная беда погубит в общем то такой уголочек природы в нашем районе довольно располагающий покататься здесь выехать так вот вот и вторая беда то что создадутся транспортные проблемы больше в огромном объеме потому что инфраструктур дорожная инфраструктура вообще здесь никаким боком и не делается построили один жиле комплекс новокраскова так называемый вот огромный о дорогах не думают если этот застрой то тут вообще начнется дорожный коллапс полный на григорьевском шоссе а а а собаки задолбали каскад ям и выебовин, формирующих и образующих собой дорогу. Что-то дождя не обещали, обещали второй половине дня пасмурную погоду, но что-то какие-то тучки такого цвета нехорошего. Велокомпьютера у меня нет, у меня есть в рюкзаке лежит смарт, в которой заряжен локус с топокартами и он пишет трек. Еще раз хочу добрым словом упомянуть программу Локус. У меня стоит версия Локус Фри, в ней ее хватает. В общем-то перепробовал все, но лучшей навигационной программы именно туристической направленности для смартфонов я не встречал. Многое, конечно, здесь зависит еще от картографического обеспечения. У меня с САС Планет туда закачаны карты САС ГИС 250 метров. Ну и я так, если куда-то еду еще, я подгружаю в 18-м зуме спутник того района, куда я ехал. И варьирую в зависимости от дорожной ситуации, варьирую какой картой мне пользоваться, откуда брать информацию. Обычно пользуюсь двумя. Берешь информацию оттуда и оттуда. К тому же 250 метровка она по состоянию где-то на нулевые годы. Вот, а спутник, он все-таки более свежая информация. И на Локусе, вот на 250 метровке, часто упираешься в заборы, которых на карте нет. Особенно это касается Подмосковья ближайшего. Все было хорошо-хорошо. И вдруг раз, и забор с коттеджным поселком. В общем, вот такие дела. Слева от меня проезжает лесоколосой вырубка. Вики-мапе на этой вырубке показана какая-то такая хрень, типа землянки. Ну, написано, что землянка. Вот, даны координаты, все фотографии этой штуки. Вот. Ну, в общем-то, лазил я по этим краям недели-две назад. Облазил всю эту вырубку. И никакой землянки я там не нашел. В общем, ребят, ехать по этой дороге. Какая-то задница, песок, колеса тонут, велосипед носит. Посмотрим, насколько меня хватит. Крепления для камеры нет. У меня пока не сделал грудного. Амплуа в качестве грудного крепления я сейчас использую свой универсальный монопод-треногу. Который, как оказалось, неплохо работает и в этом амплуа. Обзор на это изделие у меня есть на канале. Вот так вот. Можно загудеть. Не, ну это жопа какая-то. Я тут чувствуется не первый. Да. Вот тут вроде немножко поутопка не стало. Но все говорит на онлайн его. Продолжение следует... 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 Так, теперь хренов туда мы попали. Вот что кажет навигатор, мы попали сюда, но дорога какая-то она такая, полу-лесная, сейчас поднимусь отсюда вверх и поеду вдоль леса. Эпическая сила, опять одни заборы. Так, что нам кажет навигатор, а навигатор нам кажется, что мы находимся на правильном пути обогнуть этот, обогнуть. Вот мы сюда приехали, сейчас обогнем вот этот вот кусок, и кусочком лесной дороги выйдем опять на высоковольку, практически к ее развилке. И обратно попадем туда же, где мы ехали. То есть вот такой вот получается расклад. Вот это нормальное ссущее положение, блядь, о котором я всегда говорил. Опять очередная хня. Твою мать, а вот сюда. Твою мать, а вот сюда. Твою мать, а вот сюда, где скрывается, блядь. Ладейка вот эта осина и внедрога из леса. Так. Так. где мы еще должна налево пойти дорожка сюда туда туда сюда столько петля из этих долбать одни заборы ну вот это бродвей перекрестка высоковольтки развилка высоковольтки и пошел песочек так ну что организуем небольшой привал срач конечно здесь но делать нечего из всех мест которые я проехал наверное наиболее приемлемо ну что ребят вот так как я выгляжу на своем со своим раритетным велосипедом на который как я уже сказал поставил багажник от дорожного немножко его переварил внизу сварил кронштейн дополнительный сюда вот вперед и покрасил чем попало серым цветом пока ну а его родной багажник переставил вперед для легких грузов в общем вот так как то покрасить пока еще не удосужился да и в общем то раритетная краска есть раритетная краска может быть крылья покрашу так ходит он нормально цепь заменил вот почему то на нем была цепь двадцать то есть сто двадцать звеньев такой цепи отродясь не было на велосипедах харьковского велозавода максимальная самая длинная цепь стояла сто шестнадцать звеньев ну да сейчас поставил сто шестнадцать та была сто двадцать еще и вытянута где-то на полтора звена вот и шелестела при движении то есть происходило набегание цепи из-за несоответствия шага изношенной цепи звездочки она шелестела и эта сейчас цепочка работает как часики сто шестнадцать звеньев вообще молча машинка идет в общем вот такой вот аппарат вот это вот крепление которое я говорю передает все шумы от дороги на камеру снимает неплохо камера со стабилизацией и все рывки и толчки дорожной камеры гасит но вот это вот шум дорожный он весь передается на камеру и голоса практически не слышно вот такой вот пепелац ну а сейчас небольшой привальчик попью водички съем сникерс ну и вперед ну вот поблуждали поблудили опять я проклинал вот эти вот коттеджные заморочки которые возникают ну в процессе как говорится карта не успевает за строительством поселков и упираешься постоянно вот в эти заборы заборы тупики заборы тупики вот как-то так ну в общем ничего пока впечатление от поездки положительное несмотря на все перипетии вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, выехали мы с вами на окраину Кореневого поля, до дома где-то в ней еще километра три. Ну, я на этом с вами прощаюсь, с вами после долгой разлуки был Владимир Куликов и канал Ларк. Всего хорошего, до будущих встреч.